От Буратино только постамент остался. Прохожие недоумевают, куда могла исчезнуть 300-килограммовая скульптура. Не правда, что ли? Или это просто развод какой-то? Не знаю даже. Не, ну кому может понадобиться такой памятник? Вот он стоял здесь как символ города. Кому он мог понадобиться, я даже не представляю. Может какие-то мародеры на металл сдали, он же из бронзов. Очень жаль, что люди так воспитаны, что портят то, что делается другими людьми. Неравнодушные самарцы даже полицию вызывали для поиска в пропаже. Буратино нашелся в музее усадьбы Алексея Толстого. Неожиданно у нас, скажем так, упал. Дело в том, что может быть делали неудачные селфи, может быть, как бы группа людей отдыхала не очень корректно. В принципе, или ходить его ломать, но я думаю, это нет. Это даже, ну, нет. Просто кто-то неудачно, просто, скажем так, облокотился. От падения Буратино не пострадал. Только золотой ключик сломался. Сегодня его отправляют на реставрацию. И уже на следующей неделе скульптура вернется на место. Будут укрепляться у нас основания штыри. Укрепление будет проходить по пяти частям, значит, основания. Это центральная часть и четыре боковых штыря. Все остальное у нас в целости, сохранности. Нос, бомбоны, рука наша любимая, которую мы все трем и любим. Книга обязательно при нем. Исчезли в эти дни и девочка с мальчиком из фонтана в Струковском саду. Каждый год фигуры убирают на зиму. Это вынужденная мера. Из рук мальчика несколько раз воровали зонтик. Шашка Чапаева тоже не дает покоя вандалам. Ее крали шесть раз, пока не отлили из стали. Этот металл в пункт приема не сдашь. Но и это не остановило врагов красноармейцев. Очевидно, шашку снова пытались украсть. Ранее у коня воровали сбрую, у матроса пулемет, а у солдат штыки. Не только меркантильный интерес движет злоумышленниками. Порой их мотивы понять затруднительно. Золотую рыбку превратили в рыбку гламурную. Многострадальный арт-объект уже не первый раз подвергается атакам вандалов. За то время, что она здесь находится, с сентября прошлого года, ее перекрашивали в розовый цвет два раза. Кроме того, ей постоянно отламывают то хвост, то плавник. И местные жители говорят, что нужно бы ее сделать не из гипса, а из железа, чтобы точно никто не сломал. За порчу скульптуры памятников вандалам грозит уголовная статья и штраф до 40 тысяч рублей. Но порой восстановить арт-объект стоит гораздо дороже. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События.